Истра Истра – город-образец общественного порядка. Это не мечта, а большой проект, который начинает воплощаться уже сегодня. Для осуществления круглосуточного контроля за общественным порядком авторы проекта привлекли истринскую компанию ООО «Истранет». «Истранет» уже стал крупнейшим интернет-провайдером района. Также компания является инициатором первой городской сети видеокамер. На сайте организации сказано, что в городе уже установлено порядка 30 камер видеонаблюдения. Авторы проекта «Истра – город-образец общественного порядка» или сокращенно «Истра – ГОООП» собираются установить в городе дополнительно 5767 камер видеонаблюдения. Так правоохранительные органы смогут следить за происходящим в каждом дворе, в каждом подъезде и даже на каждом этаже всех многоквартирных домов в Истре. Также камеры будут установлены во всех школьных классах, на всех перекрестках, детских площадках и других, порой из самых неожиданных местах городского поселения. Камеры видеонаблюдения установят даже в таких детских домиках, чтобы предотвратить различные противозаконные действия, например, распитие спиртных напитков. Вот в этом домике уже, например, установлена камера видеонаблюдения. Помимо того, что она антивандальная, ее еще и просто невозможно найти. Проект «Истра – ГООП» предусматривает защитные меры и для самих истринцев. Всех жителей обяжут носить специальный противоударный жилет оранжевого цвета со светоотражающими полосками. При падении такой жилет защитит человека от серьезных травм. Жилет нужно будет носить круглосуточно на улицах Истры. В помещении приспособление разрешено снимать и сдавать в гардероб. В противном случае нарушители предписания ожидают штраф. Главные элементы конструктива противоударного жилета – это две подушки, которые защищают корпус спереди и сзади. Сейчас противоударные жилеты находятся на стадии изготовления и жителям предложат примерить такие вот самодельные варианты. Как только жилеты завезут в город, на улицах откроются бесплатные пункты раздачи. Ну а пока мы решили узнать у жителей, как они отнесутся к предполагаемым нововведениям. Здравствуйте, извините, можно задать вам пару вопросов? Вы хотели бы, чтобы город Истры обрел звание города-образца общественного порядка? Ну, конечно, почему бы и нет. А вы готовы носить вот такие вот противоударные жилеты? Зачем? Ну, чтобы избежать травм. Да нет, не готов. Зачем? Я, в принципе, держусь спокойно, хорошо на ногах. Здравствуйте, Истронет ТВ. Можно задать вам пару вопросов? Здравствуйте, можно. А вы бы хотели, чтобы Истра получила звание города-образца общественного порядка? Ой, конечно. А вот вы, например, готовы носить вот такие вот противоударные жилеты, чтобы избегать травм и улучшить статистику? А зачем они, слушайте? Да я даже, интересно, для чего они нужны. Ну, представьте, что вы идете, и там случайно подскальзываетесь, и они вас спасают. Ну, представляете, что такое носить жилет? Вот вы стоите, девушка, и вас видят в этом жилете. Ну, подумали, какую-то подушку, что ли, прицепили. А вы бы согласились носить вот такие вот противоударные жилеты, чтобы избежать травм и так далее, чтобы все их носили? Вы бы согласились? Ну, я старая, я, наверное, их и не смогу носить уже. Я уже пожилая, раз я их донесу. Вы бы хотели, чтобы Истра обрел звание города-образца общественного порядка? Ну, конечно, любой хочет этого. А вы бы готовы ради этого носить вот такие противоударные жилеты? Нет, не хочу. А вы бы готовы были носить вот такие вот противоударные жилеты? Да. Да? Спасибо большое. Екатерина Лесикова, Денис Харитонов из Трэнт.ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова